здравствуйте дорогие слушатели я хаирова ирина валентиновна кандидат педагогических наук доцент кафедры начального образования института психологии образования казанского федерального университет и сегодня я предлагаю вам поговорить на тему как подготовить ребенка к изучению курса русского языка должна вам сказать что видео будет состоять из двух частей сейчас вы смотрите первую часть не забудьте потом отследить появление второй части это же посмотреть его и начать наш разговор я бы хотела с такого устоявшегося мнения особенно среди родителей что лучшей подготовкой к школе будет ранее обучение ребенка чтению письму действительно научили ребенка читать и писать привели в школу вот он и готов миф это или реальность вот должна вам сказать что на самом деле это условие не является единственным и достаточным для того чтобы считать что ребенок готов к усвоению курса русского языка а что же тогда важно вот об этом как раз мы с вами будем говорить сегодня но прежде я бы все-таки остановилась еще раз вот на этом высказывание вот эта тенденция раннее обучение чтению начать обучать ребенка как можно раньше чтению она является сегодня очень такой активный используемый в родительских в родительских практиках взаимодействие с детьми и по этому поводу я бы хотела вам привести диалог который состоялся между профессором московского государственного университета юлия борисовна гиппенрейтер и одной из мамочек которая пришла на встречу с профессором юлия борисовне задали вопрос как вы относитесь к раннему развитию детей на что юлия борисовна ответила вопросом на вопрос а для чего вы хотите чтоб ваш ребенок начал читать в три года вы думаете что он прочитает больше книг или это повод похвалиться перед соседями рассказать об этом свекрови вот я вам тоже предлагаю задуматься об этом потому что изучение этого вопроса показывает что часто обучение чтению дошкольников ведется вне экологичных формах в реактивной механической системе обучения чтению и тогда это не приносит нужных результатов а может идти даже во вред развитию например таких качество ребенка как игровая деятельность да это не качество ребенка осваиваемые им какие-то познавательные активности и так далее и так если ранее обучение чтению и письмо не является основанием для того чтобы считать что ребенок готов к школе то что же на самом деле является важным я выделяю следующий аспект это развитие речи причем развитие речи важно ввести с разных сторон вот здесь на слайде я указала такие стороны речевого развития ребенка как развивать собственно лексический запас детей то есть понаблюдайте каким словарем пользуется ваш ребенок как он выражает например восторг он может сказать только вау классно или он может говорить как это чудесно прекрасно восхитительно как он говорит о героях которые ему понравился понравились почему тебе понравился илья мурович потому что он хороший а этот почему понравился тому что он хороший и все хорошие или есть у него другие слова когда он может сказать потому что он добрый потому что он смелый а потому что он мужественный и так далее как вот эта позиция словарь ребенка связан с освоением курса русского языка приведу вам такой пример смотрите одной из важных практик в обучении орфографии является подбор проверочных слов и если у ребенка словарный запас достаточно богат он это делает свободно и легко например на одном уроке я видел как дети подбирают проверочные слова а к слову гора это и слова горный и когда учительница говорит оформу слова подбери и ребенок говорит горы проверочные слова к слову морозка это и глагол морозит это и морозушка вот такое свободное владение лексикой подбором слов обеспечивает конечно определенную успешность ребенка какие трудности испытывают дети у которых наблюдается скажем общее недоразвитие речи вот об этом нам рассказывают рассказывают специалисты в области коррекционной педагогики и они приводят такие примеры когда ребенок пишет слово кровавый используя букву а и когда ребенка спрашивают а почему ты выбрал букву а то он говорит потому что проверочное слово красный ведь кровь то красные или посмотрите как дети преобразуют словосочетания кольцо из золота кольцо какое ребенок должен вроде дать ответ золотое но дети которые имеют недоразвитие речи они говорят кольцо золотистое или дом из камня дом какой ребенок должен сказать каменный а ребенок говорит что дом теплый и так далее поэтому вот для того чтобы избежать подобных проблем очень важно обратите внимание на лексический запас ребенка как и какие приемы мы для этого можем использовать я буду говорить чуть дальше следующая позиция это грамматический строй речи что это такое проще говоря это не просто иметь набор слов а уметь их связывать между собой да и для школьного курса грамматики очень важно чтобы ребенок который приходит в школу уже на практическом уровне владел этой грамматикой потому что весь вся методика обучение грамматики строится именно на этом и опирается на практическое владение ребенком грамматикой русского языка поэтому понаблюдайте как говорит ваш ребенок изменяет ли он слова использует ли он предлоги и действительно вы можете увидеть что ребенок который готов в школе он будет говорить стоять у стола подойти к столу сидеть за столом он не знает что это стол это существительное что в данном случае он изменяет его по падежам об этом ему расскажут на уроках русского языка но на уровне практическом он уже это делает откуда он этому научается кто ему об этом рассказывает что например существительные могут изменяться по числам что прилагательные существительные согласаются согласуются вроде числе и падеже но тем не менее не зная этого ребенок говорит красная лента но красный мяч и красное яблоко эту работу проводит мозг ребенка именно в тот период когда формируются речевые центры представьте какая-то глобальная масштабная работа когда нужно анализировать ту речь которую слышит ребенок делать определенные какие-то выводы находить какие-то закономерности и очень важно вот этот период не упустить потому что у мозга к этой способности не безграничные возможности следующая позиция касается связной речи когда уже в возрасте 4-5 лет дети начинают связывать между собой предложение и представлять какие-то коротенькие такие по крайней мере хотя бы коротенькие до монологи представляя высказывания хуже какие-то от текст и так что же важно для того чтобы все вот эти стороны речи развивались у ребенка я вы выделила здесь такие показатели как общение развивающая речевая среда и семейное чтение и сейчас о каждом о каждой из этих позиций мы с вами поговорим итак общение вот смотрите я сказала что мозг не может постоянно до иметь вот этот ресурс в формировании например словаря который происходит в период как отмечают специалисты 2 и 3 года жизни ребенка причем увеличение словаря происходит очень масштабное входит в этот период ребенка где-то с набором около 100 слов а уже к трем годам у него набор слов представляется умещается в цифру 1000 или 1100 и приведу вам пример с детьми маугли которые описаны в научной литературе в частности случай с девочкой камулы которые нашли в индии когда ей было где-то в районе 10 и она выросла в волчьей стаи конечно как вы понимаете не имея возможности общаться с людьми не слыша речь она не умела говорить и вот она начала жить в индийской деревне с ней стали заниматься и и начали обучать языку прожила на 7 лет и за эти 7 лет как вы думаете сколько слов она освоила всего лишь 50 это очень важный момент из которого можем сделать важные для себя выводы а именно что важно не упустить вот этот возможность мозга так развиваться в речевом плане и поэтому избавьте ребенка на этот период от гаджетов обеспечьте его прежде всего общением потому что в общении мы инициируем ребенка на создание каких-то собственных высказываний да наша задача разговорить ребенка для этого мы можем использовать разные приемы вот здесь на слайде представлены приемы которые как раз будут способствовать расширению словаря дошкольника например такая можно назвать игра да когда мы предлагаем ребенку подобрать как можно больше слов начинающихся с какого-то слога например со слога ко со слога бу со слова со и вы можете делать это вместе с ребенком одно слово ребенок одно вы и так далее или другая практика подбери как можно больше слов какому-то другому слову например выбираете слово зима и начинаете опять же с ребенком по очереди подбирать ребенок говорит снег вы говорите и не ребенок говорит коньки вы говорите лыжи там холодно и так далее вот такие простые упражнения вы можете использовать когда например забираете ребенка из садика и идете с ним вместе по дороге до домой или либо когда вы сидите где-то в очереди то есть это не такое вот обучение когда вы посадили сказать так развиваем речь сейчас будем развивать будем выполнять определенные упражнения или вот такие еще интересные задания посмотрите придумай предложения где все слова начинаются со звука например лара ловит ларису и так далее вот ну еще здесь могут быть такие задания как угадай по признакам когда вы называете признаки причем здесь уже мы обращаемся и грамматическому строю речи да например овальный желтый кислый что ребенок должен угадать что это лимон а если круглое сладкое там зеленое и красное то это яблоко договаривает ребенок потом вы можете быть поменяться с ребенком и такие загадки может предлагать уже сам ваш дошкольник для развития связанной речи можно использовать например такие упражнения как подбери слово когда вы ну тоже вот грамматика все-таки да даете прилагательный для холодная а ребенок должен договорить мороженое например договаривать до сочный ребенок договаривает апельсин и так далее для развития связанной речи такие упражнения как придумать свой конец истории например да вы предлагаете ребенку или конец сказки или можно даже не дочитывать до конца а спросить а как ты думаешь чем закончилась вся история и ребенок начинает фантазировать или вот такая игра которая называется сочинялки и здесь уже придется сесть ребенком за стол вы берете предметные картинки и раздаете пять картинок даете ребенку пять картинок берете себе задача составить какую-то историю например вы выкладываете корову и говорите жила была корова а ребенок берет там щенка и говорит она дружила со щенком и так далее и так общение очень важный момент следующее о чем я хочу сказать это то что общение не только заключается вот таком словесном контакте с ребенком но это еще и тактильный контакт это тоже очень развивает детей и в речевом плане и вообще в целом когда вы обнимаете ребенка когда вы соприкасаетесь с ним когда вы гладите его вот даже было проведено исследование сравнивали детей которых брали на ручки детей которые просто лежали в кроватке так вот более высокие показатели развития показали дети которых брали на ручки учитывайте это следующая позиция это развивающая речевая среда но вот девочка кому она она не могла до освоить язык почему потому что конечно у нее не было речевой среды не было возможности общаться здесь я сделал акцент не просто речевая среда но развивающие что значит развивающие то в том числе то какую речь слышат ребенок вокруг себя а это вопрос к вам как говорите вы и как вы например выражаете свой восторг говорите ли вы только вау классно или используйте еще какие-то слова вы режете ножницами едете в лифте и читаете каталоги то тогда каких эффектов вы ждете от своего ребенка поэтому обращаем внимание на свою собственную речь следующая позиция это семейное чтение вы знаете недавно было проведено исследование среди них новгородцев участвовала где-то более ста респондент им задали вопрос используйте вы ли вы семейное чтение и вот 80 процентов я думаю ответили так же как и вы сейчас ну как же конечно как не читать ребенку сказки но вот ответ на следующий вопрос исследователям пришлось скорректировать вот эти цифры почему потому что вопрос касался чистоты использования семейного чтения и сорок с лишним респондентов ответили что они используют его нерегулярно что это где-то может быть один-два раза в месяц а когда нет регулярности то нет эффекта который может дать семейное чтение она не может может не только дать развитие речи но и другие очень важные позиции для развития ребенка поэтому чтобы это работало важно регулярность следующий вопрос а как долго надо читать ребенку 37 процентов ответили до семи лет 39 процентов ответили до того момента как научиться читать а как думаете вы вот в действительности возрастных рамок не существует в свое время когда-то меня восхитила одна моя знакомая которая рассказала о том что она прочитала своему сыну семикласснику роман айвенко я удивился как и как она говорит ой что ты слушал с превеликим вниманием и с удовольствием я взяла это на заметку и в свое время сыну десятиклассников прочитала пьесу гроза островска была поражена с каким вниманием он слышал на одну дыхание прослушал всю пьесу и еще обратите внимание на формы семейного чтения и это не только когда старший читает младшему это и другие варианты взаимодействия с книгами это когда вы уже читаете какое-то произведение самостоятельно когда вы можете зачитать какой-то эпизод из книги и обсудить его с ребенком это когда вы читаете вместе какую-то периодику и тоже обсуждаете так далее то есть формы могут быть самыми разными так что используйте это обязательно для речевого развития детей а следующая важная позиция в развитии речи это развитие фонатить фонетической стороны речи а для чего это важно дело в том что русское письмо звукобуквины и поэтому пишущий всегда идет от звуков то есть он слышит звуки которые потом будет обозначать буквами если вы хотите предупредить такие ошибки детей как например пропуск букв замена букв перестановка букв здесь речь идет когда я говорю замена бог он орфографических каких-то ошибках да а именно когда например слова книга ребенок вместо буквы н пишет там букву м такие вот описки вот для того чтобы предотвратить такого характера ошибки необходимо заниматься собственно фонетической стороной речи ребенка этому принципу следует все азбуки которые допущены прошли экспертизу и допущены используется в школьных в школах сегодня когда я задаю вопрос тем кто осваивает методику как вы думаете на какой странице появляется первая буква в азбуке вот вы тоже как думаете как бы вы сейчас ответили то многие не идут больше дальше десятой странице ну как дети приходят школу читающие поэтому чужие оттягивать этот момент но на самом деле текста то для читающих детей предусмотрено в азбуках а вот первая буква а появляется даже не до 10 странице а например на 24 странице или на 64 странице в азбуке данила борисовича ильконина а в азбуке клемановой вообще на 68 странице а что же тогда делают вот весь этот период ученики решается очень много важных задач в том числе много работают с фонетикой выполняют звуковые разборы поэтому если ваш например старший ребенок учится в школе вы видите как много они делают такого рода разборы то радуйтесь это прекрасная практика и очень полезная практика что же должен уметь дошкольник во первых правильно произносить звуки и если к шести годам он не имеет четкую правильную дикцию обязательно нужно показать логопеду потому что специалист определит в чем причина может быть у него не развиты какие-то речевые органы которые участвуют там в артикуляции звуков и логопед поможет это исправить или у него проблемы с тем что он не различает какие-то звуки известный анекдот сыскин сыскин я не сыскин а фывкин вот почему сыскин фывкин различает но различает ли сыфкин и шишкин вопрос что для этого можем предложить ребенку ну во первых например такие действия как хлопни в ладоши если услышишь звук т и вы произносите какие-то слова причем рекомендую начинать именно с твердых звуков потому что дифференциация твердых звуков дается детям легче а когда уже ребенок научился слышать твердые звуки и вычленять их то можно переходить к мягким звуком например те дальше следующее упражнение выложи столько кружков сколько звуков например в слове жук то есть это уже упражнение такого аналитического характера и в дошкольном дошкольных учреждениях на это всегда обращают внимание и обязательно выполняют с детьми подобного характера упражнения или такое задание кто живет в домике соотнеси схему например схема из трех кружочков каждый из кружочков обозначает звук в слове и животные до картинки животных и вот в одном домике например живут животные которых схема состоит из трех кружочков а в другом схема состоит из четырех кружочков и ребенок учится расселять животных по домикам можно также в обычном режиме когда вы гуляете где-то идете куда-то предложить ребенку называть слова в которых встречается тот или иной звук в начале слова в середине слова в конце слов это уже упражнение аналитического характера которые тоже будут очень эффективны подготовки ребенка к школе ну что ж вот на этом мы первую часть нашего видео заканчиваем не забудьте о том что есть и вторая часть этого видео и во второй части этого видео я снова вернусь к тому вопросу с которого начинал нужно ли дошкольника учить читать и дам ответ на этот вопрос не пропустите второе видео спасибо за внимание